Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Так, мне так неохота доставать камеру и микрофон, и я так давно не записывала видео, что все, давайте просто на телефон. I can't, I can't. Окей, спасибо, спасибо. Мой любимый парикмахер. Меня много раз в комментариях и на АСКе спрашивали, типа, как ты можешь общаться с этими людьми, там, ты же феминистка, или эти люди ведь сказали вот такие штуки однажды. Ну, и, конечно же, я на это могу сказать, что, ну, откуда вы знаете с кем именно и при каких обстоятельствах, и как я общаюсь, и вы же только основываетесь на том, что я постю, но вы не видите того, что я не постю. Очень часто это либо ошибочное суждение о том, как именно и с кем я общаюсь, либо ошибочное представление о феминизме, потому что, ну, именно феминизм упоминается как основная причина, как бы, какого-то противоречия или нестыковки. И если откинуть вот контролирующий аспект вот этих всех комментариев и их невежливость, эта тема довольно интересная про общение с людьми, про комфортные зоны и про корреляцию общения с вашими взглядами. Вот, я бы хотела об этом поговорить. Типа три года назад, очень давно, я сделала видео про друзей, видео о друзьях, по-моему, оно называется. И там основной тезис был такой, что друзья — это те люди, с которыми вам не только комфортно и классно проводить время, но и с которыми вы сходитесь по каким-то основным ценностям и убеждениям. И я все еще придерживаюсь этого определения. И если человек гомофоб или прямо противник феминизма, или там, не знаю, ратует активно за поедание животных, то я никогда не назову такого человека другом. Но кроме друзей, еще есть родственники, есть друзья друзей, есть знакомые друзей, есть новые знакомые, есть коллеги, есть какие-нибудь ваши лечащие врачи, ваша уборщица. Людей очень-очень много в вашей жизни, и у всех этих людей разные взгляды. И с кем-то при вообще малейшем дискомфорте можно просто перестать общаться. Но обязательно будут люди, с которыми у вас будут разные взгляды, и с которыми вам придется общаться, как, например, коллеги. Ситуация, в которой вы в жизни общаетесь только с единомышленниками, абсолютно невозможна. Жизнь — это когда ты разговариваешь с коллегой по поводу проекта, и знаешь, что вам нужно будет общаться каждый день в течение месяца, и нужно, чтобы это общение было хорошим. И при этом знаешь, что этот человек недавно по хэштегу «я не боюсь сказать» написал какую-то полную хуйню. Или не знаешь. Вот это гораздо более жизненно. Знаете, сколько раз у меня было так, что я общалась с людьми, и все было просто прекрасно. А потом вскрывалась какая-нибудь инфа, или человек делал какую-нибудь ужасную штуку, и я такая... Бля... Довольно много раз. Такое было много раз. И это вообще невозможно предсказать. От этого невозможно защититься. Нужно просто вот принять, что все люди очень разные, и все в тот или иной момент сделают вам некомфортно. И дальше вы просто по ситуации будете решать, что с этим делать и как с этим жить. Прекращать общение, или как-то менять контекст вашего общения, или еще что-то. И я очень много раз просто прекращала общаться с людьми. Это совершенно нормально, и не нужно себя никогда винить в том, что вы не знали что-то о человеке, или что вы ошиблись, или что вы были изначально лучшего мнения об этом человеке. Нужно либо просто забить и мы вон, либо порадоваться, что у вас вообще изначально были душевные силы, чтобы думать хорошо о человеке. Так вот, у меня довольно мало друзей и очень-очень много знакомых и приятелей. И некоторых из них я могу называть друзьями, но на самом деле считать их как бы приятелями. Просто это проблема языка, это уже лингвистика. Но действительно друзей у меня очень мало. И многие мои знакомые и приятели не разбираются в феминизме. Никто, конечно же, не настроен негативно. И если бы я об этом узнала, то я бы, наверное, прекратила с этим человеком общаться. Но реально мало людей действительно в этом разбираются основательно. Потому что, блин, большинство людей не заканчивало соцфакт, чтобы иметь какие-то основательные знания об обществе. Большинство людей не считает об этом книг и статей. Например, человек может знать про домашнее насилие и не понимать, что такое культурная апроприация. Или человек может ротовать за права ЛГБТК+, но употреблять слово пидор. И прикол в том, что таких людей большинство. Большинство. И вообще все мы сначала не разбирались в феминизме. Все. Никто с рождения не знает феминистскую теорию. Никто не знает, что такое юблизм. Все просто растут в этом обществе. И дальше мы все, типа, exposed to different information, different experiences. И тем более, если у человека этот опыт очень привилегированный и такой, как бы, тепличный, то очень человек не знает о многих проблемах в обществе. Это тоже нормально. Это обоснованно. Блин, посмотрите мои старые видео. Я вообще их не скрываю, никогда не скрою, потому что я хочу, чтобы было видно, что взгляды человека могут меняться и развиваться. Там просто... Блин, там такая духа. Там такая... Я буквально недавно пересматривала видео, по-моему, как делается русскую пиццу. Там несколько шуток просто ужасных. И в конце просто гвоздь программы. Типа, ладно, я пойду на кухню, типа, потому что я тут живу, потому что я женщина. Блин! Я это показывала ребятам, и я просто такая... И все просто заржали очень сильно. Короче, взгляды меняются. И при личном общении, вот, оффлайн, когда гораздо проще чувствовать эмпатию, и когда ты видишь человека гораздо более многогранно, гораздо проще помнить это, вот эту мысль, то, что мы все, как бы, не рождаемся с инфой в голове. Поэтому в личном, неформальном и невынужденном общении, ну, или частично невынужденном, когда люди открыты какой-то новой информации, то я всегда с радостью ее предоставляю. И когда люди готовы слушать и разговаривать, то я всегда терпеливо им что-то объясню, приведу примеры и скажу, что это сексизм, поэтому и поэтому. Там, не говори, пожалуйста, так. Так, даже на секунду, не сомневайтесь, я вообще никогда не промолчу, если я услышу, что человек говорит что-то сексистское или гомофобное вот в таком общении, как я описала. Если это, там, коллега, то я могу промолчать, потому что тут куча других разных факторов. Я не хочу идти в конфронтацию и прочее. Но если это просто неформальное общение с приятелями, то я всегда скажу, никогда не промолчу. Поэтому, если вы знаете, что человек, с которым я общаюсь, говорит какие-то сексистские вещи, даже не сомневайтесь, что я с этим человеком уже обсудила эти вещи просто 500 миллионов раз или как-нибудь один раз, но очень основательно. Окей? Идём дальше. Если человек продолжает делать хуйню, говорить хуйню, или прямо говорит, заявляет, что не собирается останавливаться, ну то есть, прям, не просто не понимает, а прекрасно понимает и говорит, что это ок, то я с этим человеком перестаю общаться. Я не делаю никаких драм, не делаю никаких разоблачений, постов, не тру фоточки. Я просто перестаю общаться. Но вначале я всегда даю людям шанс. Если с человеком приятно общаться, если есть какие-то другие факторы, если он классный, умный, интересный, талантливый, то я всегда сначала дам человеку шанс. Потому что, первое, личное общение гораздо более многогранное и в нём гораздо больше эмпатии. И второе, я помню то, что не все мы изначально в этом разбирались. И если я хочу что-то поменять в мире и в головах людей, то мне нужно это делать, мне нужно поменять, объяснять. И если, например, у вас нет сил или терпения, чтобы давать вот эти шансы людям, просто делать очень смешные звуки. Короче, если у вас нет этого терпения, если вам не хочется давать людям шанс, то это совершенно нормально. Мне тоже очень часто уже, ну, вообще не в моготу. Просто хочется махнуть рукой и уйти домой и завернуться в одеялко, где безопасно и хорошо. Или там встретиться со своими друзьями, с которыми всё прекрасно. Но очень часто, особенно с новыми людьми, у меня эти силы есть и терпение есть. И я радуюсь этому. Ну и я надеюсь, не нужно объяснять, да, что если я феминистка, это не значит, что я не могу общаться с мужчинами и дружить с мужчинами, как мне писали какие-то адские комменты, глупые. Просто что... В общем, я вся в шерсти. Поэтому у меня в носу куча шерсти. Короче, я надеюсь, что у меня получилось немножко... Блять! Я надеюсь, что у меня получилось немножечко пояснить этот вопрос. И что ещё хотелось сказать? Я раньше не знала, как думать обо всём этом. И я помню, что несколько лет назад у меня было довольно чёрно-белое, такое максималистское к этому отношение. И было очень мало терпения. Но как бы с годами как-то это всё стало более... в градациях серого. И мне кажется, что это хорошо, что градации серого в вашей жизни напрямую коррелирует с количеством эмпатии в вашей жизни. Вот. Когда у вас весь мир делится на чёрное и белое, на злых и хороших, то ни о какой эмпатии речи не идёт. Вы не стремитесь никого понять. Вы просто упрощаете всё максимально. Но мир вообще непростой. Он пипец сложный. Пипец. И люди все очень сложные. Они такие... в них столько всего одновременно может быть. И дальше вы сами решаете, что вам комфортно, что вам некомфортно, как с этим быть. Пусть вашим мерилом будет ваше чувство комфорта. Если у вас есть возможность, то не делайте ничего, что делает вам некомфортно. Да, иногда нам делают некомфортно люди, с которыми мы вынуждены общаться, и мы с этой ситуацией ничего поделать не можем. Например, это может быть ваш начальник или ваша мама. Тут нужно учиться deal with it. В других ситуациях, когда вы совершенно свободны для того, чтобы перестать общаться и walk away, если вам некомфортно, do it. Walk away. Если вам немножко некомфортно, do something about it. Поговорите с человеком и выясните всё, коммуницируйте. Никогда не будет так, чтобы познакомиться с человеком, и вдруг будет всё кипец охуенно. It's a journey. Relationships are a journey. Будто друзья, партнёры, любимые, родственники, коллеги, кто угодно. Ой. Очень красиво. Очень красиво. Я думаю, что вот на этом как раз можно и закончить. Спасибо, что посмотрели моё видео. Я в восторге от того, что сейчас происходит. Отлично. Очень красиво. Всё, давайте, пока. Пока.